Привет всем, это Crypto LLC. В сегодняшнем видео мы будем говорить насчет нашего проекта здесь. Мы уже отрабатываем его. Мы откопали нашу землю, убрали все терни, деревья, всякие кусты. Мы все уже поубирали, уже работаем здесь постепенно, постепенно. Через где-то две недели нам придет наш трансформатор, также придут наши панели, наши специальные выключатели на 400 ампов. Мы уже выставили или нарисовали наши планы, как мы планируем поставить наши контейнеры, крышу и так далее. Поэтому, если это вас интересует, вы знаете, что делать. В первую очередь поставите лайк и subscribe на наш канал, лайк на это видео. И если вы бы хотели, чтобы мы вам построили подобный проект, мы можем такой же проект для вас построить. В этом проекте у нас будет 2.2 мегаватта, это 2 миллиона 200 тысяч ватт. Сюда поместится 664 S19 XP майнеров. Поэтому, если вы бы хотели себе такой подобный проект построить, мы строим для клиентов по всей земле. Поэтому раньше нет, где вы находитесь. В Италии, в России, в Украине, в Белоруссии. Можете вложить ваши деньги в ASIC ферму. Мы строим эти фермы в Америке. Также мы строим GPU ферму. Самая лучшая возможность, это сегодня построить ASIC GPU ферму, так как цены очень-очень низкие. И самая лучшая возможность. Приходите на наш сайт CryptoLLC.org. И еще, прежде чем мы начнем видео. Биткоин защищает от инфляции, а Иисус Христос спасает души. Хорошо, начинаем. Мы уже нарисовали нашу крышу, куда она пойдет. У нас R стоит, так как мы в Америке живем. R это Roof в английском. T обозначает Transformer. В русском будет как трансформатор. Потом у нас R еще крыша идет в ту сторону. Хорошо, дай вам покажу, какие у нас планы на этом проекте. У нас крыша будет стоять примерно вот здесь. Потом, ну не крыша, а забор. Забор вот так будет стоять, где-то здесь. От него у нас идет, у нас в Америке все считается по фитам. Шесть фитов, это где-то два метра. Два метра начинается наша крыша. Крыша для нашего контейнера. Потом от него мы идем восемь фитов, начинается наш контейнер. Потом от контейнера мы еще, контейнер сам восемь фитов, заканчивается контейнер. Потом от контейнера у нас идет шесть фитов и заканчивается наша крыша. Поэтому на этой линии заканчивается наша крыша и крыша идет в ту сторону. Хорошо, потом от этой крыши у нас есть 11 фитов, начинается, или будет ставиться наш трансформатор, трансформатор 5 фитов, это где-то чуть меньше 2 метра, наш трансформатор ставится, потом от него мы отступаем еще 5-6 фитов, начинается наша крыша, от крыши мы отталкиваемся 6 фитов, начинается наш контейнер. Он идет 8 фитов, заканчивается контейнер, потом от него еще 8 фитов, заканчивается крыша, и потом наш забор, наш забор, как я сказал, еще с правой стороны, только сейчас там прошли, он начинается оттуда, но он отталкивается от, где будет находиться наш контейнер, но с левой стороны у нас забор не будет отталкиваться, где заканчивается наш контейнер, он будет просто идти до конца этого участка, он будет до конца идти, Обозначает, что мы забор поставим именно вон там, и до тех деревьях, и потом в саде, везде. Забор будет, короче, намного больше покрывать, чем то, что нам надо для наших контейнеров. Почему мы так делаем? Мы так делаем, потому что мы будем здесь ставить дополнительный один контейнер, чтобы держать всякие там запчасти, держать запасы и так далее, хранить это все в контейнере. Потом также мы планируем составить еще 45 фитов или, может быть, даже 53 фитов контейнер для будущих проектов, чтобы мы могли сюда кинуть пустой контейнер, в нем работать, ему все там устанавливать, варить и так далее, приготавливать его, а потом, когда он готов, мы просто его раз взяли и загрузили его на грузовик, повезли на наш другой проект и сбросили. Таким образом, у нас есть не просто земля, где у нас 2.2 мегаватта стоит, но у нас есть земля для работы, мы можем работать на других проектов. О, еще! У нас еще есть третий маленький контейнер, у нас, кстати, у нас будет один, будет вот так стоять, один вот здесь контейнер, второй вот здесь контейнер, но сзади, там будет еще маленький стоять, он не будет вот так стоять, он будет вот так стоять, и он будет там сзади стоять. Это будет 20-футовый маленький контейнер, это сколько 20 фитов там, 7 метров, где-то 7 метров, будет маленький стоять контейнер, почему мы его ставим? Потому что этот клиент, кому мы строим эту, ну, кому, кто купил эту землю, мы строим все необходимо для его контейнеров, у него есть очень много GPU-майнеров, и он хотел их вытащить всего в другом месте делать сейчас они все находятся он там платит деньги за рент ну как-то рент по-русски не знаю как рент по-русски ну ты платишь хозяину деньги чтобы снимать место он там снимает одно место и платит за это теперь он все эти gpu поставить в этот маленький контейнер таким образом у не надо больше платить и плюс это одна причина другая причина это тот факт что мы не можем поместить все 2.2 мегаватта в два контейнера в один контейнер помещается только один мегаватт мы ставим за 45 футов контейнер и туда помещается только один мегаватт поэтому даже если мы у нее не было gpu все равно так и так надо было покупать третий контейнер и ставить его где-то назад ну вот вот наша обстановка опять если вас интересует наш проект вы бы хотели чтобы мы вам что-то подобного построили приходите на наш сайт крипталлси . org и мы можем вам построить подобный проект 2 мегаватта 3 мегаватта 5 мегаваттов 10 мегаваттов и так далее поэтому мы строим клиента по всей земле разницы нет где вы живете мы построили бы одному клиенту из бразилии одного клиенту из калифорнии еще одному клиенту из другого штата одного и еще один клиент интересуется поэтому у нас много клиентов мы можем и вам что-то подобное построить но опять поставите лайк сайт этот канал в будущем вот в субботу через пару дней сегодня среда в субботу нам будет сбрасывать камни все эти камушки также мы получили рулоны для того специально такой материал в рулоне на мы его раскручиваем материал который не дает этим всякие там дряни расти знаешь там трава растет чтобы она не могла пробить мы специально такие рулоны будем раскручивать вложить на эту землю а потом камнями все забудем засыпывать в субботу поэтому обязательно подписывайтесь на канал чтобы пропустить наши будущий апдейт но на это бы все надеюсь вам нравится и до следующего раза до свидания